Валерий Курас Университета Чуши Матиос из Замбии рассказывает о жизни в Якутии в своем ТикТоке. На одном из своих видео, снятом в Тампонском районе, он показал, как обливает себя водой при температуре минус 46 градусов. Невероятно. Я бы на такое не отважился. И сегодня гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Матиос, с 2015 года, если не ошибаюсь, ты в Якутии живешь, учишься в медицинском университете. Почему именно Якутия? Почему именно медицинский университет? Почему именно медицинский институт? Потому что, когда я был маленький, я с мамой ходил в клинику. И там заметил, что врачей не было достаточно. Большая очередь. Люди умирали в очереди. И в конце концов я решил, что я хочу стать врачом. Чтобы хоть как-то исправить лучшую сторону ситуации. То есть, по окончанию обучения вы планируете вернуться на родину? Ну, да. Но я хочу еще поступить на днатуру здесь. А почему именно Якутия? То есть, с медициной определились, почему именно Якутия? Ну, это долгая история, но я стараюсь покороче сказать. Сказать. Просто я получил грант от государства. Да. И там надо было выбрать, ну, какой город я хочу. Хотя я сам из большого города, но мне не нравится жить в большом городе. И я сказал, что просто я хочу маленький город в России. И через неделю, две недели позвонили, что мы нашли маленький город. И я посмотрел, конечно, отказался, что туда не поеду очень холодно. Но все они сделали, у меня не было типа выбор. И как ваши первые впечатления, когда вы сюда приехали, вот тогда, в 2015 году? Это, ну, холодно. Да, да, очень холодно. Как давно вы развиваете свой YouTube-канал? Ну, я почти год назад начал, но не очень активно. Просто как хобби. Но это было больше для того, чтобы вашим землякам показать Якутию? Ну, не только мои земляки, другие тоже типа странные миры. В принципе, людям показать, кто здесь не был, что это такое. Да, 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 да. Ну, и одно из самых первых видео, о котором заговорили, причем у нас в Якутии, это как раз-таки прошлой весной, когда вот это видео, где вы радовались снегу. После этого события выросла ли активность вашего YouTube-канала? А началось ли сотрудничество с какими-то нашими другими людьми? Пока нет, потому что у меня типа учеба идет, постоянно учусь из-за этого. То есть все-таки учеба сегодня на первом месте, так или иначе? Ну, да, 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 да. Ну, как просто порой бывает, что люди начинают заниматься там блогингом и так далее, понимают, что, ну, тут тоже классно, мне нравится. Ну, это тоже похвально, что все-таки медицина, вообще врачебное дело, это благородное дело, и что ты ее до сих пор ставишь на первое место и продолжаешь это делать. Это похвально. А вот то, что как раз-таки в Тампонском районе вы обливались в минус 46, это как раз-таки рекомендация будущего доктора? Закаляйтесь. Или же это было испытание для самого себя? Ну, потому что я это давно хотел попробовать. Для меня тоже сначала было страшно. Я типа думал, что может быть я умру. И после этого, когда я все делал, у меня стало вообще ощущение, которое я даже не могу объяснить. Да, да. Ну, вот говоря про возвращаясь в 2015 год, когда ты приехал в Якутию, ты вот уже сказал, что когда тебе сказали, поедешь в Якутию, холодно, не хочется, возможно, нет. А как потом привык вот к этому климату, к этому образу жизни, возможно? Ну, в первую очередь надо дружиться с местными, они очень сильно помогают, и надо, ну, тепло одеваться, и все. У вас, как бы, не только вы студенты Замбии, то есть у нас тут в Якутии, вы как-то поддерживаете связь вместе? Есть ли уже какое-то землячество? Ну, у нас такое, да, есть, есть у нас даже, типа, ну, группа WhatsApp, там мы помогаем друг другу и так далее. Что касается вашего ТикТок-аккаунта, как люди, а как вообще ваши родители, может быть, знакомые, близкие смотрят, вот как вы в такой холод обливаетесь, обтираетесь снегом, ходите? В том сообщении пишут, сынок, надень шапку. Да. Просто они думают, что, типа, типа, я с ума сошел, они так сейчас, типа, пишут, я типа, нет, нормально, вот, 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 именно так. Ну, хорошо, ну, как бы, в принципе, все сильно переживают вообще? Ну, раньше они очень сильно переживали, а сейчас нет. Ну, это у них там нормально. Да, типа, уже самостоятельный парень, и вот, да. Ну, вот по поводу планов медицинских ты рассказал, хочешь еще в ординатуру поступить? Еще помимо именно образовательных, есть ли какие-то планы, связанные с блогингом, связанные с Якутией, может быть, с Россией? Ну, я хочу очень сильно развивать, ну, свой канал, чтобы не только в Якуске, я еще хочу поехать на север. Чтобы, потому что говорят, что там живут, ну, мало чистых народов. Вот, я тоже это хочу посмотреть, как они живут, поэтому я очень сильно хочу развивать свой канал, чтобы я, вот, ну, этого канала могу зарабатывать и сам поехать туда. На север. Мы желаем вам успехов, во-первых, ну, берегите здоровье, как доктор, вы должны помнить о том, что это очень важно, ну, и, конечно же, дальнейшего вам развития. Ну, и чтобы наша республика вас радовала не только зимой, но и летом, весной вообще во всех сезонах, и вы продолжали влюбляться в нашу Якутию. Удачи, успехов в ваших начинаниях. Спасибо, что в это утро пришли в нашу студию. Спасибо.